Ну что же, друзья, мы продолжаем. Конечно же, фанат рока, тафу, микрофонов, ну и очень интересные женские коллективы по Counter-Strike. И как ты думаешь, фанат, все-таки не хватило... Это фактор стороны был, вот первая карта, карта Train? Либо все-таки поздно проснулись, Ризен? Я думаю, поздно проснулись, немного не разогрелись еще. Видны были ошибки именно по стрельбе, по большему счету. Из-за чего так все и сложилось. Ну, 16-10 достаточно неплохой счет. То есть мы видели, что во второй половине только уже начали немного разогреваться девочки. Но вот пауза все решила. Ну что же, посмотрим, что будет на второй карте. Вот-вот начнется Cobblestone. Опять же, дуэли снайперов нам гарантированы здесь. Но для начала мы видим, нужно разобраться, кто начнет, за какую сторону. Ну, а, кстати, iSports, я слышал, они хотели... Вот сейчас уже выиграли ножи, поэтому я скажу. Они хотели начинать вообще за террористов. Ну, это нормально, опять же. Да, то есть вчера они начинали за КТ, но это было против Team Secret. Я намекнул, как бы, что, в принципе, ну, это же не Team Secret. Они немного по-другому играют. Тут можно и за КТ начинать, и, в принципе, набрать свои раунды, а потом же дотаскивать за террористов, как это делают обычно, да. Сейчас посмотрим у нас... Я, увы, не заметил, кто там что выиграл, но сейчас увидим, конечно же, кто, что, где, когда и почему. Знаешь, мне вообще кажется, что в последнее время все больше и больше будут выбирать сторону атаки на карте Cobblestone. Уже так научились, приспособились, есть большая куча раундов. Тут даже вот эти схемы защиты, они особо не поменялись. Знаешь, вот тот же Drop Room, как-то против него уже многие ребята научились играть. Кто умеет, стоит там. Например, некоторые команды, как Virtus.pro, они его просто отдают и смотрят его из того же коннектора, из B-Plant. То есть есть куча способов, как бороться с этими атаками вроде бы защиты, но, с другой стороны, опять же, как атака научилась играть. То есть тут есть куча вариантов. Да, действительно. Если посмотреть по статистике, инфографике, да, последний мажор у нас 66% за террористов было выграно. Кстати, вот инфографика по поводу последнего мажора, то, что я еще не посмотрел. Вчера как раз мы обсуждали эти моменты, то, что на предыдущем мэджоре это был кэш, но об этом попозже. Это пистолетка, что ли? Это пистолетка, да. Уже продавили у нас рукав, и там сделали по два минуса. Обе из команд. Есть еще минус от Дашки, минус Пати, но тут уже Кэнди и Али попытаются защитить. Траунд пока что. Агрессия на Аппл-НТ не увенчалась успехом, как, по крайней мере, Ризан остались в большинстве. Это для них, конечно же, большой плюс. Даже если они остались два в два ситуации, это для них был бы огромный плюс. Ну, очень-таки рискованные стратегии. Я уже второй день подряд вижу, когда защита поджимает там с какой-то из точек, то у нас до этого был Трейн, теперь это у нас карта Коблстол. Ну, очень агрессивная игра, действительно, у девушек. А вот смотри, Кэнди у нас уже проаркадила, и, соответственно, если не будут ожидать спину впоследствии, то будет очень проблематично им все это дело выбить. Но вот сейчас Али пытаются додавить все-таки, и это просто огромный плюс в этом раунде. Возможно, даже убегут на... Нет, ладно, уже остались на Б, но вот Тати, понимая, что может быть сзади, поэтому перестроилась немножко еще, перестроилась бомба все равно поставится в курятники. Есть у нас Дашка, которая не побоится зайти в спину и убить. Но пока что, да, Райли справляется, и это первый раунд для команды Ризангейминг. Такое очень хорошее начало для них по сравнению с Трейном. Просто подвинулись немножечко мозги вот этой пистолетки. Ну а если аркада Б-планта, то что, бомба установлена? Зайдут в спину просто и все. Сланга, ну не знаю, но бомба уже тогда будет установлена. Они, знаешь, так поменяются местами, как бы контры становятся террористами, а террористы контрами. Одни защищаются, другие нападают. Это классная штука, когда ты работаешь антитактиками на 100% уверен, что соперник пойдет именно сюда, и есть какие-то такие вот интересные фишечные моменты. Но здесь какое-то просто мясо произошло, такая рубка на центре Хобла. Действительно, такое практически, по-моему, никогда не видел. Ну вот, анти-эко в исполнении Ризангейминг. Фаз Б, выход. Кстати говоря, есть только один коллаж. Антика делает первый минус. Блуди Эльф, правда, тоже умирает. От Синди и Элли. Но вот очень хорошо Диглы. Отрабатывает у нас в этом раунде два минуса уже далее. Это очень хорошо для команды Айспортс. Попробует затащить все-таки последствия. Есть еще дым у Рали, который она использовала, но от раскидок почти больше не осталось. Работает коллаж, работают фармганы, бомба установлена. Ну и, в принципе, КТ должны идти на выбивание. Даже если возьмут раунд, по-моему, атаки будут деньги на хорошие девайсы. Но посмотрим. Один на один дуэльная ситуация. Очень мало времени остается у игрока команды Айспортс. Ну и хорошие шансы на взятие раунда у Дашки. Ну вот Дашка, да, справилась все-таки. У нее было 25 хп. Очень рискованный, на самом деле, мув. Потому что у Айспортс, понятное дело, не было дефузов. То есть она могла помансовать еще, подождать немного. Но она пошла ва-банк и затащила раунд. Да, в данном случае риск действительно был абсолютно оправдан. Хотя один патрон и, в принципе, можно было раунд отдать. 2-0 за Риза, но отличное начало для Коблстоуна. Кстати, по остальным картам не пройдешься вообще. Какая самая крутая карта для атаки на последнем мажоре? Для атаки? Ну как раз-таки Коблстоун. Именно Коблстоун, да. Насколько я помню, по крайней мере. Ну и вот, и тут кто-то обсуждает выбирать защиту. Ну, видимо, так удобнее. Видимо, большая ставка и большой упор на своих снайперов ВВП. Посмотрим очередной выход на АБ-планете. Очень быстро действует. Но на этот раз здесь уже практически вся защита. Да нет, они здесь все. Кстати говоря, вчера у нас изменили звуки. Вот у МП-45, Бизон и УЗИ. Бизон тоже, он точно так же стреляет. Ну и теперь, ты понимаешь, 64 патрона. Вот таким вот темпом, с таким звуком. Это надо, конечно, привыкнуть будет. Ладно, наконец-то Ризан Гейминг нас забирает эти раунды. И Айс Ворс будут делать бай. Ну, давайте смотреть. Такой серьезный первый оружейный раунд. Опять же, для экономики защиты хотелось бы, конечно, его выиграть. При этом не теряя большого количества игроков. Ну, а Ризан Гейминг, у них задача одна. Давить, давить и еще раз давить. При этом уже все получается. Уже, ну, если пойдет еще оружейка, дальше могут просто вот менять пленты. Просто и защита будет угадывать местами. Кстати, знаешь что? Я спрашивал у одной и другой команды. Они обе верят, что будет 2-0. То есть, до того, как сейчас играли первую карту. Они ожидают, что не будет третьей карты. Ладно, в итоге у нас Антика пробралась уже в Курятник. Делает второй минус. Очень неплохо здесь работают девушки из Ризан Гейминг. Правда, Алиса нашла свою оппонента. Блудельф и Антика очень сильно прожаты. И тут ситуация 4 в 3. Бомб пока что не стоит. Находит также и Синди. Синди работает дальше. Дашка не успела принять. Но там бомба была в дымах у игрока защиты. Как раз поэтому быстро не могли зайти. И такие вот были довольно шальные позиции у Ризан Гейминг. Но вроде бы и справились. Вдвоем против Пати остаются представители Ризан. Но и есть инфа по игроку защиты. Ну вот, очень хорошо на самом деле, что Блудельф и Антику именно убили. Кстати, да? Потому что у них очень мало ХП было. И остались у нас фуловые... О, где бомбы? Вот если бы сейчас, допустим, ралли умерла на платформе, то все, это минус раунд был бы сразу. Ралли остается в последнее, но все-таки смогла. 15 ХП, два минуса. Капитан уверенно действует. Капитан там такая она злая была, когда после первой карты... Я думаю, она сейчас будет... Ну я тоже проходил, я слышал расклад. Капитан так и должен действовать. Это получается, кто-то выпрыгивал из разлома, и бомба в прыжке вылетела на дерево. Скорее всего, именно так и произошло. Есть такие места, конечно, в Counter-Strike. Их очень много, где можно бомбу и не достать. Это самое печальное, что может произойти с атакой. А вот теперь небольшое изменение вектора атаки. Ну вот смотри, что у нас есть. Два Фамоса и Дробовик. Соответственно, им, конечно же, хватит денег на следующий раунд, но просто интересный достаточно закуп. У нас, тем временем, прорыв на Планете А будет. Пока что в яме работают только Тати, все остальные... А, и Блузи Эльфи. А, и остальные у нас выходят на Планета уже, там раскидываются. Очень долго рукав, смотри, выходит. На самом деле, я думал, что они быстрее окажутся на Планете, но защиту успела стянуть, там, попрыгать на машину с девятки, но, тем не менее, в принципе, пока что без проблем отстреляли. А во мне это даже правильное решение. Они вышли, они показали, что они на А, и выходите на нас, мы вас отстрелим. Все. Против Эко, да, очень неплохо, мне кажется, сделали здесь. Да, что я бы побоялся, там увидел, там, Фамос, там, тут какой-то шотган, мало ли могло бы и прилететь. Хотя, опять же, ты понимаешь, что там нету практически, скорее всего, нет арморов, и, в принципе, да, я с тобой соглашусь, с данной ситуацией все произошло вообще просто шикарно. 5-0, вот и говорим. А теперь Reason Gaming могут просто давить вот таким быстрым темпом то один План, то другой, и, на самом-то деле, такое происходит даже на Pro-Level, и, на самом-то деле, это большая проблема для айспорт сейчас. Синди с пистолетом... А, кстати говоря, не хватило денег на следующий раунд, ну, слишком много потратили, видимо. Зачем тогда такой закуп делать было, для меня непонятно немного. Ладно, в итоге у нас Хэнди делает почти второй минус, но вот с Юспа у нее... А, извините, Синди была до этого, но Синди теперь работает с Юспом. В предыдущем матче, на предыдущей карте было все немного по-другому. Али остается последний, у нее пистолет только, и надежда только захватить денег калашку, вот она его нашла, и теперь файл это тащить, в общем, вопрос, в принципе, будет, так, на следующем раунде, и, соответственно, можно экономику противника немного сбрить. Ну, и вроде хороший такой тайминг, она близко к пленту, не видит, видит... Видит, когда уже в нее начали стрелять. Ну, это, по-моему, первая позиция, куда нужно смотреть, когда споднимаешься снизу. Я согласен, потому что это первая позиция, которую ты, в принципе, увидишь. Да. Опять же, какая-то невнимательность маленькая, и Reason Gaming забирает шестой раунд, понятное дело, без каких-либо проблем в данной ситуации. Так, надо плакат потом рассмотреть по лучшим. Ну, а пока что вторая карта идет полностью под диктовку команды Reason Gaming 6-0. Напоминаем, на первой карте на трене победу одержали iSports, для тех, кто недавно подключился, либо пришел сюда, к нам, на сцену. Ну, и два АВП появляются у iSports, теперь, может быть, это какое-то решение. Ну, посмотрим. Одно АВП на А уходит, другое на Б, соответственно. И тут, действительно, без раскида будет достаточно проблематично для Reason Gaming. Я думаю, они прекрасно понимают, поэтому, как мы видим, уже очень медленно не пошли в Абанг, не пошли как танк, а стоят сейчас и, возможно, что-то раскидывают. Ну, ты видел, на этот раз там просто прокидали очень неплохо все гранаты на этот лонг. Ну, да, их остановили наконец-то. Ну, на самом-то деле, это, по-моему, очень удобная штука для атаки. Сейчас вот второй волной, если ничего не пойдет, можно очень неплохо зайти. Хотя, опять же, уже побаиваются АВП, уже побаиваются какой-то более серьезной работы от соперниц. Но, судя по позициям, все-таки... Возможно, будет какой-то сплит А или сплит Б через дропрум, на этот раз будут работать именно через эту точку. Мы его еще не видели. Да, да, вот они напрямую без дропрумов фактически. Ну, и вот, пожалуйста, первый минус есть, второй минус есть, 4 в 3 ситуация, все хорошо для Резенгейнга уходит с дропрума. Есть информация по снайперу. Теперь смотрим, что будет происходить. Ступеньки принимает Дашка. Все, тут очень жестко будет на планете. И просто второй волной выходит, остается Синди со вторым АВиком. Ну, и теперь уже серьезные начинаются проблемы у АСП. Слушай, а может, они поменялись местами? Потому что предыдущая катка точно так же почти начиналась. То есть там было 6-1, да, 8-1, 10-1. Тут уже 7-0 сейчас будет, скорее всего. И Синди уходит на сейф, это 7-0. Как будто вот, ну, я не знаю даже, что сказать. Абсолютно параллельная вселенная у нас, где АСП, наоборот, проигрывают сухую. Ну, тогда они тащили в защите, ну, а сейчас Резенгейминг. Ну, я просто тоже проходил, слышал этот разговор. Очень серьезный там был настрой. Капитан Райли была очень недовольна вообще всем, что происходило на карте Детрейн. Потому что проснулись действительно слишком поздно. Вот как-то, мне кажется, даже расстрелялись просто вот. То ли не разогрелись перед игрой, то ли что-то еще. Ну, а теперь и попадают, и очень классно действуют. Конечно, на Кобле получше все, у Резен. Я, знаешь, причем подхожу к ним, и мне сразу Антика и Райли, не говори ничего. Просто не говори ничего. Мы сами все знаем. Иди отсюда, Матю. Да, вот просто уходи. Мы не хотим тебя видеть. Ладно, 7-0, и посмотрим, что у нас будет по закупу у обеих команд. Понятное дело, что у Резенгейминг фулл бай. У них полным-полно денег. А вот у Айспортс немного проблемки, потому что мало раскидок. Одни дефуз киты у Синди, которая, кстати говоря, стоит на А. Но вот тут уже надо либо, я не знаю, отпускать А, как-то принимать Б вчетвером. Но вот у нас все равно 2 на А стоит девушка. Да, я вот на это смотрю, и я немножечко удивляюсь. Это схеме 3 плюс 2 в каждом раунде. Вот не побаиваю. Не, ну смотри. Не боятся аркад на Б? Как бы аркады на А нет, все, уходим на Б. Вот у нас 4-я пришла на Б, соответственно. На А здесь тут, я не знаю на самом деле, не должна идти в аркаду девушка. Но Пати делает минус-минус ралли, минус бомба. Это очень хорошо. Для Айспорта, возможно, это будет первый раунд. И тут очень интересный посадок, но Антика промахивается. Ну, не очень хорошо, да, что игрок с бомбой смотрит там по джиму сзади. Но с другой стороны, в принципе, какой-то дополнительной информации в Айспорте нет. Может быть, это была перетяжка какая-то от плента или так далее и тому подобное. Ну что же, Пати отлично тут действует. Просто закрушила вокруг плента всех. Ну и тут очень хорошая у нее позиция. Потому что бомбу, если заберут не на шифте, соответственно, она все это дело услышит. Она еще одного кого-нибудь убьет под лове. Да, и это ситуация 2 в 4. Вот пытаются найти все-таки Пати. Пока что не нашли. Уходят, уходят. Но спиной все это дело происходит. Дошка 1 с хп. Понятное дело, сейчас, скорее всего, умрет. И да, Пати делает 4 квадрокилл в этом раунде. Это соло-раунд. Просто соло-раунд в исполнении Пати. Вот и немножечко неаккуратные действия от Ризен Гейминг. Кстати, вот я обратил внимание на бомбу. Слишком далеко она стояла. Вот слишком далеко в таком тайминге. Просто на поляне, в чистом поле, когда может выйти и рукав, и яма может тебя поджать. Мне вообще непонятно, как Ралли не смогла справиться с Пати. Потому что у нее эта позиция намного лучше. То есть она в окне. У нее видно только голову. А она заранее видит противника, который выходит. Это так далеко бомба улетела из окна? Нет. А там потом уже на стате взяла бомбу. Вышла подальше. И бомба еще раз выпала. Ну, с другой стороны, ты понимаешь, как в окно. В принципе, многие туда преф чуть ли не накидывают. Ну, это да, понимаю, конечно. Но все равно, как-то должна была среагировать Ралли и убить. Тем более, сейчас она на подъеме вроде убивает хорошо, хорошо летит. Но бывают ситуации, когда девушки почему-то не реагируют просто. То есть было такое на кэше, когда в нее влетает молотов, дым, флешки там. Она стоит просто и не реагирует даже на то, что к ней бежит противник. Ну, ты знаешь, что капитану всегда сложнее. Возможно, в данный момент она просто смотрела на монитор тиммейдж, который там готовили выход лонг, фрум. Да, или говорила вообще, что делать. Да, да, бывает всякое. Ладно, 7.1 смотрим. Думаю, сам ты знаешь прекрасно. Особенно на лане это большая проблема. Да, смотри чужой монитор. Смотри свой. Ладно, 7.1. Есть первый минус от Айли на Б-пленте. Айли будет принимать и дальше. Кстати говоря, вчера кнопка с этой позиции очень неплохие. Два минуса дала. Тем временем Тати и Дашка. Это должен быть сплит на точку А, смотрим. Да, там есть яма. Нет, на рукаве, в рукаве есть Кэнди, которая будет защищать. Это последняя опорник, которого надо пройти команде Ризан Гейминг. Заканчивается патроны. И опять же Кэнди Юс. Нет, на этот раз не получается. Антика все-таки справляется с ней. Тати и Антика очень сильно продамажены. Айли и Синди попытаются защитить в этом раунде. Синди тем временем делает минус прострелом через дверь, я так понимаю. И на девятку обе идут. Нет, не на девятку. Вот это, кстати говоря, очень плохо. Потому что здесь все-таки в яме должен быть противник. Она должна ожидать его было. И с АВП там открываться достаточно проблематично. Все, есть инфа по последнему игроку. Отличный минус, отличный раунд от Ризан Гейминг. Классно действовали. Друзья, если мы иногда ошибаемся, у нас просто левая часть радара не до конца видна, как и таймер. Поэтому мы про время вообще молчим, если честно, раунды. Но такие суровые полевые условия для комментаторов. Но самое главное, вы все прекрасно видите. У нас замечательный Counter-Strike, хорошая команда и возможный камбэк от Ризан Гейминг. Но пока что уж очень уверенно они атакуют. И как будто нет никаких проблем для этой команды на карте Cobblestone. Все двери открыты и не чувствуют совершенно соперниц. Один раунд взяли iSports, но этого слишком мало. Экономика очень плохая. У них только три девайса в данный момент. Дигл и 5-7. Минимум раскидки пытаются сейчас сделать буст. Получилось. Женя. Женю не прочекали. Женю не ожидают. Справа Женя делает два минуса. Да ладно, какой жесткий момент. Если честно, я думал, что такие вещи должны контролить. Девчонки там даже не боятся там прошивать в этот дым. Так они прошивали и кидали хаешки. То есть они вообще не ожидали, что так нагло Евгения сыграет. Там, в принципе, одна позиция. Это вот этот угол. Да, слева. Справа, для поджимающих. Ну, справа от защиты, слева. И еще один поджим они пропускают от Кэнди. Еще два минуса. И для iSports, скорее всего, этот раунд уйдет в выкопилочку. И Айли заканчивается это минусом в голову. Второе ВП подбирает у нас Айли. Но вот экономика теперь Reason Gaming. Из-за того, что они проиграли, выиграли, проиграли. Теперь экономика на нуле почти. Есть 9400 у Ралли, благодаря которой закупаются сейчас девчата из команды Reason Gaming. Нет АВП, нет раскидок почти. То есть 3 на фул. На самом деле и там проблема, и там проблема по деньгам. Раунд за 2. Опять же, атаки он будет чуть ли не за 3, потому что это будут очередные сбитые деньги из iSports. Они сбили сами свою серию проигранных раундов. И дальше теперь будет вообще все замечательно для Reason, если они возьмут раунд сейчас. Ну, а iSports вообще, что? Им нужно просто тащить, тащить, тащить и пытаться делать из этого счета 8-7. Нормально. Все нормально. Женя тем временем 38 хп, ее закидали хаешками очень сильно. Блудиэльф и Тати также получили от хаешек очень сильный дамаг. Ну и в итоге 8-2, закупка обеих команд, 2 АВП должны работать на Урау, iSports. Спасибо большое. Ну и пока что небольшая такая медленная стяжечка. У нас стандартный раунд, когда у нас занимается А и один закрывающий игрок, который либо перетяжку, либо отвлекает на себя внимание. Ну, посмотри, как стоит пассивная защита на Апленте. Она просто говорит, заходите к нам вот в упор и делайте. Раскидывайте и заходите. Да, раскидывайте и заходите. Это очень тяжелая ситуация. Если будет раскидки, тут Синди на Ура просто должна принимать все это дело. Вот если с ямой ее не примут, ну вот как, почему, почему она не ожидает яму, то есть зачем отпускать какую-то точку. И в итоге пати ожидает кого-то в спине, потому что Блудель все-таки Вэй не сделала минус. 3 в 4 ситуация для iSports. Плэнт отдали полностью. Сейчас надо выбивать с дверей. Там уже какая-то антика. Можно уже сейвить. Уже видят Али и в принципе, ну куда? 2 в 4, когда знают все твои позиции. Тут просто в упор уходишь на калаши. Ну и тут просто уже сама антика давит своих соперниц и уничтожает. А вот тут уже, помнишь Холорайзерс, когда 1 в 3 проиграли? Ой, да. Вот. Мне сейчас напоминает немного. Если они отпустят бомбу, то будет плохо. Но у Талии нет дефузов. Но ее пока что не прочекали. Вот, нашла все-таки Дашка. Я просто помню, потому что я даже это вырезал как таким... Просто на денег. Основы. Вы должны оставаться всегда на бомбе. Это золотое правило. Вот есть несколько золотых правил. Не знаю. Не бери нож, когда ты не знаешь, где противник. Беги с пистолетом. На 10 меньше ты бежишь медленнее. А при этом у тебя будет шанс хотя бы убить противника. Давай про раунд поговорим. Все-таки это даже не инферно, когда ты стоишь в пассивной защите по плентам. Там хоть есть какие-то ящики, яма, в пленте поманцеваться. А тут, в принципе, когда атака выходит с ямы и кишки, машина в пленте, угол. Все это простреливается, закидывается. И просто очень тяжело стоять из плентов. Очень тяжело. Согласен. Тем более, что пати как бы должна была, я так понимаю, прикрывать яму. А она этого не делала. Соответственно, Синди просто смотрела рукав и отпустили одну точку. Ее спокойненько убили и зашли на плент. То есть это огромная ошибка просто навсего. Вот реплеи на ваших экранах. Того, что уже было у нас. Я думаю, ты вообще приверженцем того, что нужно оставлять одного игрока в защите на планете. Желательно, это будет АВП, который постоянно меняет позицию, где-то поджимает. Я причем очень хорошие позиции знаю. Либо ты даешь минус и уходишь. Либо чекаешь и уходишь. Либо остаешься там дальше, а не проходят, и ты в спине у них. Ну, как бы да, и под флешки уже своих тиммейтов можно спокойненько открываться. Там, не знаю, на тех же бочках, там есть очень хорошее место, можно забраться. И тебе видно только голову, и ты видишь только голову, в принципе. Ты знаешь, куда нацеливаться, а противник не знает, где ты находишься. То есть у тебя все равно преимущество есть какое-то, и ты можешь сделать парочку. Ну, я просто в начале этой игры говорил, сейчас мы увидим классные дуэли снайперов. Мы этого ничего не видим. Да, здесь по экономике давят команду айспортс, но я видел эти позиции АВП очень тяжелые. Там первый оружейный раунд, АВП остается на фонтане, потому что схема 3 плюс 2. Ему тяжело там идти на ступеньки, там прокидывать гранаты с тиммейтами, потому что просто идет 3 плюс 2. А здесь, посмотрите, просто давление длины, отлично заходят Райли и Тати, минус 2, минус 2. И вот, может быть, Джен что-то придумает? Ну, вот, пока что проходит, но нет, Дашка все это дело контролирует. Ни одного минуса не дали айспортс, Синди и Пати попытаются делать хотя бы парочку минусов, но они их не спасут на самом деле. То есть, экономика нужна на таком подъеме, что бессмысленно даже выбивать по большему счету. Можно даже сейвить вот этот ПДС-50 и наплевать на все. Тут хватит денег до конца. Ну и, в принципе, если говорить айспортс, тоже им не нужно делать какой-то проблемой. Я уверен, они точно так же могут хорошо атаковать, но им нужно, опять же, пистолетка, первое оружие. В общем-то, зеркальная ситуация карты Детрейн. Вот если кто-то поздно проснется, он вряд ли дотащит. Ну вот, АВП на АА немного по-другому должно играть или вообще его не должно быть, как по мне. Да, как плюш это можно действовать. Да, не знаю, доходят два дробовика в змейке, как вариант, как фнатики делают. У нас есть хорошая точка 90, у нас есть балкончик в рукаве, то есть туда можно подсадить. Можно два рукава занять. Все равно у нас сплит постоянно идет рукав, яма и ВН. Соответственно, одну из позиций можно принять, а потом уже с двух сторон задавить. А так вы отдаете просто… Ну вот, я не знаю просто как это назвать, что вообще происходит, почему отдают яму. Ну, может быть, там перешифровали и точно думали, что будет атака. И так на всякий случай расставить на чек. Ну да, есть, конечно, информация. Ну, это все-таки не самое лучшее. Когда я точно знаю, куда они пойдут, слушайте меня. На самом деле он ничего не знает, но просто в догадке как бы слишком уверен в себе. Ну что же, вот теперь мы увидим 4 плюс 1. Ну, в принципе, довольно, вроде бы, агрессивно там чекает игрок в яме. Так можно и нарваться на хедшот. Ненужный энтеркил для атаки. Опять же, энтеркил для атаки – это почти выигранный раунд, как для меня. Там вот эта позиция. Уже ситуация 5-4 для атаки. Можно вот так отхалдиться, так расстегнуть оборону. Ну вот в прошлый раз пати у нас зашла, да, сделала 4 минуса. И это был один из раундов, из двух раундов, которые взяли, как раз таки, команду Айспорс. Возможно, она решила, а попробую-ка еще раз. Тем временем у нас Кэнди работает на платформе, делает 2 минус. Но вот уже более агрессивно начинает заниматься АВП наконец-то. Первый раз. Да, да. До этого она в пленте стояла. То есть АВП должно работать. АВП не должно ждать, когда к нему прилетит дым, и оно будет юздис. И оно будет бегать в дымах, да, и попытаться показывать Сашу Симпла там или кого-то еще. Ну, вот такие сумасшедшие движения и стрельба ноу-скоупом. Ну, а пока что вот он первый вроде спокойный такой раунд, и почти все получилось. У команды Айспорс остались две соперницы. Одну уже уничтожили в коннекторе, и последняя Блади Эльф просто погибает на платформе. Опять Кэндис вспомнил. Я просто поражаюсь, как она так делает, убивает. Причем она сама говорит, я сама не понимаю, как я это делаю, но я уже убиваю, значит все нормально. Ладно, 10-3. Наконец-то третий раунд у нас в первой половине. Возможно, счет будет 10-5. Посмотрим, конечно, что произойдет. Если сейчас, опять же, Айспорс проиграют, у них не будет нормальной экономики, у них не будет нормальных девайсов на последний раунд. И это будет, возможно, 12-3. Ну, вроде бы довольно ровно там по фрагам идет вся команда Айспорс. Особо никто не выпадает. Просто командная игра, к сожалению, пока что не на самом высшем уровне. И трещит немножечко по швам. Да, тут немножко фейл произошел с гранатой. Такое тоже бывает. Ну, ничего страшного. Напомнило китайскую лигу. Ладно, у нас есть АВПУ-антик, есть полным-полно расхидок. Но вот опять же, посадочку, я думаю, хотят замутить. На этот раз Женя будет посаживать Али. Али простреливают. Заметь опять на... Ну, вот, в принципе, сейчас более-менее такая интересная схема. Там полухлупующий игрок. Но за счет Кэнди, наверное, они могут так себе позволить стоять. Да, Кэнди заняла платформу. У нас на лестнице она тусуется. Соответственно, контролирует абсолютно все. Антика, тем временем, минус по Кэнди. В голову прострел. Ну, для этой позиции нормально. Там ящик на убике частенько простреливается. Ящик, также стеночка. Да, где она на лестнице стоит. То есть все это дело простреливается хорошо. Ладно, тем временем у нас в большинстве остается Ризан Гейминг. Синди пошла. А, дети, а там сразу же две ее ждут. Спокойненько Блудельф, опять же, закрывающая. Опять же, Аплент, можно сказать, открыт. Только сейчас пришла на хелпу с девятки у нас девушка. Есть минус Бллади Эльф в исполнении Джен. Закрывает все-таки закрывающую. Пати должна сейчас оформить минус. Хорош выбивает. Плент идет дальше. Вторую забирает. Ну, и могла еще Антику попытаться в голову выстрелить. Но Антика была быстрее на выстреле 2 на 2. 2 на 2. Тем более у Дженни очень мало ХП. Айли остается последней. У нее есть АВП. Богу, она пропустила Плент. Соответственно, пытается прострелить, думая, что она все-таки в дефолте будет. Ну, и Дашка заканчивает траунд в свою пользу. Это 11-3. Опять же, говорю, экономики у Айспорс никакой нет. Соответственно, какой сейчас бай будет, это парочка Фомасов. АВика точно не будет. Даже, может быть, да, М-очка будет. Фомас у Айли не получится купить. То есть, ну, очень плохой бай. И, соответственно, мы видели вчера неоднократно счет 12-3 первой половины. Ну, очень тяжелая ситуация. Для меня это уже абсолютно не секрет. Я не удивлен, что 12-3 это стандартный счет для женского коллектива, я так понял. А потом камбэк, да? А потом камбэк, да. А потом... Девчат, что-то мы проигрываем. Давайте закамбэчим. Давайте уже соберемся. Ну, честно, пока еще, если честно, для меня ничего не закончено в этом матче. Я жду пистолеты, я жду первой оружейной. А там посмотрим. Пати дает эндрикил. Наконец-то защита более успешно пока что действует, чем вообще во всех своих раундах. Ну, смотри, Ризангейминг у нас в первых 7 раундах очень быстро отыгрывали. Да, после этого они замедлились. Очень сильно замедлились. Они поменяли темп, но все равно у них получается делать раунды. Тем временем Кэнди пытается отстрелить, так же Зигла пытается Айли работать, Айли все-таки смогла убить Дашку в голову. Зигла, но вот это слишком мало. Вот теперь уже достаточно, вполне достаточно, чтобы заточить этот раунд. 1-4. Антика остается с Калашом. У нее есть раскидочка, которая может помочь ей, конечно же. Но вот сейчас надо Женю, Женю обязательно проверить. Исплентающую. Нет, ну тут просто со всех сторон лезут. Вроде бы и есть шансы, на самом-то деле, судя по нашему экрану. Но у игрока нету столь большого количества объема информации о соперницах. Ну и в принципе, я думаю, в любом случае устраивает этот счет команду. Reason Gaming, Райли, рассказывает, что сейчас нужно делать в пистолетном раунде своим тиммейтом, видимо. Или говорит, вот я такой раунд сделал, а вы не затащили. Либо говорит, как нужно было действовать и выходить. Значит, остановились они после того раунда, когда, помнишь, закидали очень жестко длину. И показали, что далее мы будем закидывать и принимать. Да, да, после этого темп очень сильно снизился у команды Reason Gaming. Ну и, кстати говоря, 11-4. 11-4 рабочий счет на Каблстоне за террористов. Если сейчас пистолеточку заберут у нас девушки из Ice Sports. Уже 11-7. Там оружейный эко. Это вообще уже становится 11-9. И уже совсем близко. Прям на пяточки наступает команда Ice Sports. С хорошей экономикой уже на тот момент. Но до этого, если нужно совершить просто колоссальную работу и выиграть пистолетный раунд. Ни одной брони. Полным-полно расхидок. Две чешки. И ни одной брони нет у команды Reason Gaming. Вот это вот мне уже интересно. Посмотреть будет, как эти расхидки будут использоваться. В итоге у нас выход на B-плэнт. Просто в наглую на стрельбу. Дашка тем временем делает минус по Синди. Причем расстрелом куда-то пати. Хорошая Хаэшка должна залететь. Очень много дамаги снесла Плутьель. И пушит игроки защиты. В наглую работает Дашка. Забирает еще одну голову. 5-2. Ситуация уже Дашка. Третий хэдшот. Четыре. Хэдшот Дашка. И это Ace. Давай. Дайте фраг. Да дайте фраг. Дайте фраг. Ладно, Кэнди пытается все-таки, но нет, не дает Дашке Ace. А вот кто у нас там сделал Ace-то? Владельф. Владельф. Да, Владельф на B-плэнте. И до этого еще в предыдущем матче тоже ЗАС, насколько я помню, минус 5 дала тоже там же, причем на трейне. Но это, видимо, золотое такое место, где делается Ace. А вот на Кобл-стоне не делается. Но четыре минуса очень красиво получилось от Дашки. Отомстила она за предыдущую карту, за трейн, где Кэнди, кстати говоря, спросил. Действительно, это было два смог хэдшота, потом еще два на планете, то есть четыре минуса, опять же, хэдшотами с фьюзпап, ну, великолепная стрельба. А гранаты пригодились? Гранаты? Немножко. Немножко, просто там Дашка. Ну, Дашка все сделала, как бы, гранаты просто нам все не понадобились. Ну что же, и вот мы попадаем в ту ситуацию, когда, в принципе, камбэк Израиль, и, в принципе, если сейчас не совершать каких-то ошибок. Ну, а сейчас у Блудель будут некоторые проблемки. Вот здесь вот. Да, есть минус Аталия, без размена, без какого-либо дамага, даже я больше скажу. И у нас перемычку уже заняли четыре игрока. После этого раунда поймем, насколько реален все-таки этот камбэк, потому что мне кажется, что очень перспективный вообще весь раунд был с тэками и атакой. Видно, очень сильно хочется этот раунд тать и троечкой. Хорошо. Запилила Синди, но и в итоге четыре в три бомба стоит. Опять же, хорошая более-менее экономика будет в следующем раунде. То есть, возможно, даже Галилы мы увидим, калаши скинуты и через два девайса будут играть. Есть, конечно же, еще тут Айспорт вообще не задавят и не убьют всех и вся. И пати с разворотом минус тать, и Антика остается последней, она с рукава работает. Есть инфа. Есть перемычки на бомбу, кидается дым. И у нее есть, кстати, вариант диффузы. Если она убьет сейчас Женю, то это выигранный раунд. Да, она просто выиграет раунд, если сейчас сделает минус. Но, в принципе, Джен пока что не позволяет ничего сделать. Соперница отличный прием стека. И все-таки Айспорт будут тащить. Ошибка от Антики. Нет, даже не ошибка от Антики, да, вот этот смог, а Женя воспользовалась этим смоком, чтобы убить Антику просто на все. Потому что она быстрее ее увидела. Все-таки у нас шарообразный, да, смог. Соответственно, она видела быстрее ноги, нежели Антика голову. Из-за этого Антика в этой перестрелке проиграла. Ладно, в итоге 12-5 и Айспорт выиграли. Ризенгейминг вынужден делать сливной раунд, потому что все-таки у нас были и эмки, и фауасы, и полная закупка вообще. То есть, девчатка хотели выиграть. Ну что ж, смотрим, Яма, Кенди. У нас же с горем пополам все-таки сделала минус. Зевс был у нас в исполнении Антики. Ну вот, вот она, эта платформа, да, о которой я говорил, что почему посадку туда не делают, ее даже не прощекали. Просто навсего не захотели туда смотреть. В итоге у нас остается Тати. Тати может спокойненько найти калаш, что в принципе и делает. Очень мало хп у Синди. Пати на планете обе они. Тати будет играть с рукава. Она еще не знает, что бомба ставится. Вот сейчас только услышит, что бомба поставилась наконец. Скорее говоря, звук бомбы тоже. Ой-ой-ой. Она, я так понимаю, вообще... Ну, может быть, все-таки дроп. Либо это Майнгеймс, да. У меня один тиммейт, любитель такого. Знаешь, вроде как очевидно, иди просто и убей, да, с рукава или с ямы. А он идет в неожиданную позицию. В принципе, если бы у нее были диффузы, то было бы намного лучше. Ну, очень просто для Пати 12-6. Да, у нее был именно тот угол обзора, который нужен был ей в этом раунде. И это 12-6. Ну, на самом-то деле, мне кажется, Майнгеймс был лишним. Потому что, в принципе, она могла где-то в обзоре вот держать своих соперниц, на самом-то деле. И не отпустить по позициям. В Яме даже более интересная позиция была бы, потому что чисто голову видно, у нее не было брони, соответственно, ее бы убили только в голову. Соответственно, и она в голову, и ее в голову. Ну, позиция намного лучше была бы. Согласен, согласен. Ну что же, давайте посмотрим на очередной экраунд в исполнении команды Ризен. После этого увидим, будет ли такой серьезный настрой на камбэк в исполнении iSports, либо все-таки Ризен справится с этим давлением. Заберут 13-е и как-то вот доиграют эту карту и доведут дело до третьей. И рукава два игрока стоят там. Блудель сейчас. Вот это должен был сделать два минуса у нас в районе должна. Но, увы и ах, 28-44 хп. Ну что ж, Дашка. Дроп-рум. Должна поработать здесь отлично. Тати минус две. ЦЗ-шечка отлично действует. Но еще три соперницы. Ну, две немножечко коцанные, битые. Там, 28-44. 28-44, да, хп. Кэнди фул хп у нас будет ставиться бомб. Но тут проблематично, на самом деле, выбить. Только стрельба, очень хорошая стрельба поможет. Девушка из Reason Gaming. Есть первый минус от Тати. Кэнди улетает. Пати, Жен, напомню, очень сильно каленый. Тати делает уже четыре минуса в этом раунде. И это Эйс. И она тащит для своей команды этот раунд. Вот это игра. Вот это я понимаю. Тати улыбается. Счастлива, конечно же, сделала Эйс. Заточила раунд для своей команды. Это тринадцатый раунд для команды Reason Gaming. Не дают камбэчить. Просто красава, да. Рубит камбэк на корню вот этим раундом. Ну, на самом-то деле, бомба, конечно, была установлена. Сейчас будем смотреть, что же там у Айспорта остается. Да, в принципе, можно и сыграть, на самом-то деле. Да, тут три калаша, два Галила будет, скорее всего. О, УЗИшка от пати. То есть она понимает прекрасно, что у Reason Gaming вторая броня, калаш и все остальное. Но в итоге все равно УЗИшка. Ну, не знаю. Может быть, стоило все-таки какой-нибудь шотган, там, дропрум. Все-таки есть девайсы более дешевые, но очень эффективные. Да хотя бы тег. Я лично предпочитаю тег. Он больше дамаги дает. Он не такой, пускай, скорострельный, как УЗИ. То есть, ну, УЗИ, все-таки, на ближней дистанции. Тег можно использовать и на средних. Тем временем, Блудельф. Анечка делает по минусу. Очень хороший. Ну, когда надо, знаешь. Нужный момент. Подсадка. Отлично. Отлично просто работает Reason. Вот-вот зайдет 14-й раунд. Остается один игрок iSports. Ну, и тут, конечно, Кэнди, несмотря на все ее мастерство, будет крайне сложно что-либо сделать. Ну, посмотрим. Представляю, ответ на ей сейчас. Первый пошел. Первая пошла. Первая пошла, ладно. Блудельф. Первый игрок, можно так говорить, да. Ну, я как бы, да, я игрок, это вы, там, ребята, ребята, еще не привыкли, да, девчата называть. Я уже давно игрок, говорю. В принципе, это самый нормальный вариант. Нет, Антика заканчивает все эти попытки сделать эйс в исполнении Кэнди. 14-6. Два раунда до победы Reason. И вот-вот будет ответ, если дожмут. Это оверпасс, который ты так хотел увидеть. Кстати, напомню, в этом раунде награждено три человека. Три. То есть, не каждый раунд по одному человеку, целых три уже. Напомню, что от доллара и выше падает за то, что вы смотрите трансляцию, если, конечно же, ваш Twitch и ВК связан и Steam, соответственно. Все это связано, и вы подписаны на группу KSSLTV. Да. Ну и, в принципе, не нужно там открывать миллион окон. В принципе, на мажорах этого тоже не нужно делать. У вас, в принципе, Steam ID привязан всегда к твитчу. Я вообще на мажоре уснул, а просыпаюсь у меня в этот самый. Ладно, тем временем, дропрум у нас четыре человека. Есть. Отдали дропрум. Сейчас под флешку должны выходить. Нет, это опять же сприт-а через дропрум. Одна через яму будет идти, и тут только одна. Райли будет принимать все это дело. Нет, нет, там есть игрок в яме также на суппорте у Райли, но забирают очень быстро Тати. И Дашка ответила на дропруме. Ну смотри, три-три ситуации, но забрали два девайса, это очень хорошо. А вот Бомба лежит где? И Блудель такая. Вот спасибо. Спасибо. Я, пожалуй, это приму во внимание. Во внимание, да. Вот пытаются подсадиться, но тут Блудель все это дело контролирует, выходит через Молотов, видит вторую, третью, сразу же дает информацию. Понятное дело, здесь уже должны были немного Ризенгейминг начинать активничать, активно действовать. Но Бомба до сих пор лежит на девят. То есть у них весь карт-бланч, вот, Бомба тащи. То есть, видимо, это прямо Антика и Дашка остались, ожидали, что, в принципе, Бомбу уже забрали. Посмотрим, пытается Антика тащить. И есть хороший дабл в исполнении Антики. Ну и, в принципе, это большая кучка матч-поинтов. И, действительно, у нас получилась зеркальная вторая карта. Хороший ответ. Первая закончила 16-10. Там был камбэк. Но вот Женя немного расстроен. Денег не так много. Очередные тэки. И вот, по-моему, это какая-то проблема команда Айспортс. Она иногда чересчур много там играет тэков. Фортит. Ну, в данном случае уже ничего не сделаешь, к сожалению. Да. Надо закупаться на полную. 15-6. Но вот увидим ли мы, хотя бы маленький шанс на камбэк. Но вот Антика очень глубоко стояла из-за этого. Нет. Все равно делает второй минус. Также откидывает Молотов. Не дает дальше ее давиться. Соответственно, это два минуса безответные абсолютно. 50 хп у Антики остается. Там же еще Райли работает. Почти делает два минуса. Но этого слишком... Ну, там где-то 170 хп выбило из соперниц. Все нормально. В принципе, две кражи. Ну, смотри, просто Женя и Синди. По 4 хп обе. И Молотов сзади, спереди. И везде Молотовы. И 4 хп, конечно же, здесь Женя не затащит, скорее всего. Только чудо-то может спасти ее от неминуемой гибели. Дальше будет настоящая жесть, друзья. Карта Оверпасс. Оверпасс. Мы очень хотим ее посмотреть. И, действительно, она будет решающей в этом противостоянии. Команда Хэван ожидает победителя этой пары. И, наверное, смотрит, конечно же, матч. Кстати, последний фраг. Поздравляем Ризан. Ответили 1-1. Ух, хороший матч. Достаточно достойно ответили причем. Ладно. Через минут 10-15, я думаю, начнется Оверпасс. И, наконец-то, посмотрю этот Оверпасс. Потому что Трейн, Мираж, Кэш, Кобблстоун. Надоели немного уже. Я хочу Даст-2, Нюк и Оверпасс в финал. Финал лузерсетки. Вот такой хочу. Ладно. Посмотрим, что нам покажут на самом деле iSports. Потому что я слышал, что девушки не хотят. Не очень хотели Оверпасс. Не то, чтобы даже карта плохая. Просто не хотели третью карту, как по мне. Это всегда нервы. Это всегда, особенно в женском КСе, допы обычно. Посмотрим, как будет. На этот раз, в этом случае, пока что уходим на короткую паузу. Скоро вернутся ребята из студии аналитики. И, конечно же, посчитают, разберут по косточкам все моменты. Посчитают все фраги. Ну и, как всегда, узнаем, кто же был лучшим. Хотя, в принципе, мы видели, была лучшая команда Reason. Отлично действовали командно. И действительно показали достойную игру на карте Cobblestone. Мы скоро вернемся. Оставайтесь с нами. Только в июле интернет-ретейлер Yulmart дарит всем геймерам скидку на игровые ноутбуки на базе процессоров Intel от 5 до 15%. Ищи максимальный дисконт на протяжении всего июля. Твой промо-код GAMER. Кликни прямо сейчас. Е-гейминг-бетс. Мы принимаем ставки на компьютерные игры онлайн с 2011 года. Реферальная система для постоянных пользователей и бонус на первый депозит. Магазин игровых девайсов и лучший выбор платежных систем. Dota 2 и Hearthstone. Counter-Strike и StarCraft. World of Tanks и League of Legends. EGB.com. Ты точно знаешь, кто победит. Играет музыка. Играет музыка. Играет музыка. Играет музыка. Играет музыка. Играет музыка. Субтитры сделал DimaTorzok